Говорить о царстве Монастыр Статирпцев можно бесконечно. В Гуслицком монастыре я делала курс из трёх бесед. Поскольку у нас с вами времени не так много, то, планируя сегодняшнюю лекцию, я решила остановиться вот на чём. Именно на императоре Николая Александровича и его семье, на путь к святости. То есть все мы знаем, наверное, большинство из нас выцерковлённые, православные, ходим в храм. И все мы знаем, кто такие святые, что святыми, даже если святой — это мученик, что это не одномоментный акт, что святыми невозможно стать вот так сразу, без какого-то предыдущего духовного пути, духовной жизни с Господом. У кого-то это занимает маленький период, мы знаем, святых ранних христианских, у кого-то занимает более длительный период. Но этот период должен быть жизнь с Господом, жизнь в Духе Божьем. И именно на этом я хотела построить сегодняшнюю нашу с вами беседу. То есть показать Личность Государя Николая Александровича, его супруге Александре Фёдоровне, их чистоту, красоту, духовность и их вот этот путь к святости, потому что он у них был очень долгий, без преувеличения. И второй целью сегодняшней беседы я ставлю такую. Все мы с вами учились в советских школах, и все мы знаем те сведения, которые нам рассказывали, начиная со школы, кончая институтами, о том времени предреволюционном, о том строе, о личности Государя и Государни. Все мы знаем, что, ну как это нам преподносилось, и в истории России, пожалуй, нет правителей более оклеветанных, более оболганных, чем эти два человека, которых вот промыслом Божиим наша, не только православная церковь, перечислила оклику святых впоследствии. Но факт остается фактом, эти люди несправедливы, где специально, где нет, неважно, оклеветаны, оболганы, и наши о них знания очень искажены. Это продолжается даже сейчас, хотя многое уже, многие взгляды меняются, но тем не менее такое нецелостное, неправильное искаженное впечатление остается. Вот. Таким образом я построю нашу с вами сегодняшнюю беседу. На первом, первый час мы посвятим семье, отношениям внутри семьи, характерам государя и государыни. А второй час становлюсь немножко о положении в России того времени дореволюционного управления Николая Александровича. И окончание лекции, естественно, это крестный путь святых царственных стартотерпцев. Это отречение императора, ссылка к дальнейшему мытарству, можно так сказать, и моченческая кончина. Вот в таком ключе мы будем с вами сегодня беседовать. Император Николай Александрович родился 6 мая, по новому стилю, это 19 мая, в этот день святого Иова Многострадального. И Николай Александрович, как верующий человек, очень много уделял мыслям о своем рождении и промысл Божий, и сравнивал свою судьбу и судьбой святого Иова. И старался учиться у этого святого терпению, смирению, кротости, переносить как трудные ситуации в своей жизни, так и в дальнейшем предательство, предательство всех, начиная от генералов, народа и заканчивая ближайшими родственниками. Не семью имеется в виду, но родственного окружения. Учился именно прощению у этого человека, у этого святого. Отцом Николая Александровича был император Александр Третий. Мы видим на фотографии, нам прекрасно знакомое. Это был отец Александра Третий, его супруга Мария Федоровна. Император был удающимся человеком. Это был очень уважаемый народом, и русским народом, и уважаемым иностранными державами царь. Он отличался физической силой, тоже это видно по многим образам, фотографиям, и даже картинам. Некоторые художники, например, Васнецов в своей картине «Три богатыря» изобразил именно фигуру Александра Третьего, как одного из богатыря. То есть его сложение, его сам вид указывал, людям говорил о стабильности, о могуществе, о духовной силе. И это так и было. Это не ограничилось физической силой. Он был очень духовно сильным человеком. И понимая сложность ситуации России внутреннюю и внешнюю, понимая угрозу абсолютно всех держав, он сумел выстроить такую международную политику, такое, так высоко поднять престиж России, что нас уважали все абсолютно страны. То есть до того, что ходили как шутки, нам в каждой шутке есть доля правды, что, когда император Александр Третий ловил рыбу, его ожидал французский посол. И император говорит, когда царь русский ловит рыбу, французский посол может подождать. И так было всегда. Решение приема, решение императора ждали все, иностранные державы, все Россию уважали. Такой же курс он держал и в управлении внутренней страной. Тоже из истории мы, может быть, помним, что его отец был убит, погиб от рук террориста. И на него, на отца Александра Третьего, было совершено несколько покушений. То есть в России уже начинался терроризм, и к этому Александр Третий тоже был очень жесток и жесток. У него, его позиция была абсолютно монархическая. Он считал, что для России монархия самая лучшая. И всеми своими усилиями защищал ее, и ввел Россию курсом к стабильности и процветанию. Супруга Александра Третьего, Мария Федоровна, была ему подстать. То есть это неординарная женщина. Мы видим в фотографии, какая она красивая. Кроме физической красоты, она обладала баянием, деликатностью, доброжелательностью и располагала к себе все сердца, сердца всех людей, которые с ней общались. И своей вот этой хрупкостью, нежностью, такой красотой, изысканной, она была подстать императору. То есть его сила, могущество, духовность очень были сопоставимы, что ли. Она подчеркивала его, вот эту силу. Своим баянием она расположила к себе весь русский свет, хотя это и была иностранная принцесса. И их, естественно, уважали все окружение. Эта семья была очень православная. Император был поклонник всего русского, и он был очень глубокой верой. Вся семья посещала, и включая иностранную, конечно, принцессу, которая стала глубоко верующей христианкой, и также воспитывала своих детей. Вся семья. Еще не приспособилась к фотографии. Вот они двое, видите, тоже какая хрупкая принцесса, какой могучий император. Семья в начале существования, вот старший сын слева, справа, да, Николай Александрович, его брат Георгий и дочь. Вот принцесса такими делами занималась. Очень была обаятельная, очень живая, спортивная, не чуждалась простых семейных радостей. Вот вся семья уже в сборе. Мы видим многодетную семью, пятеро детей, самый старший Николай Александрович, будущий император. Как воспитывали детей? Очень удивительно для нашего времени, воспитывали в простоте. И это было не только характерно для именно этой семьи, семьи императора Александра Третьего. Это большинство аристократических семей того времени воспитывали детей очень просто. Мы видим простые одежды, простые, почти полное отсутствие украшений, мне кажется, у женщин, у императриц какая-то брошь. И это не обычная, ну как нелюбительская фотография, тогда еще это не было распространено в любительстве фото. Это вообще-то парадный портрет семьи императора, мы его тоже видели на всех учебниках. Почему кушали скромно очень хлеб с маслом, каша, суп, варенье? Какие-то пирожные отсутствовали полностью, их надо было еще заслужить, они были как призом, подарком для детей. Воспитывали в трудолюбии, в отсутствии праздности, то есть отдых для семьи, это было, например, занятие в саду. Они подрезали ветки деревьев, расчищали дорожки, скалывали лед, убирали снег, все что угодно. Точно так же дарили подарки на день рождения, в основном полезные, либо книги, либо какие-то полезные инструменты. Также детей воспитывали в великодушии, потому что в сути статус семьи он подразумевал, что можно очень легко обидеть человека, лишним словом или взглядом человека можно ранить. И поэтому и мать, и отец воспитывали детей в великодушии к друг другу, к людям, учились держать свои эмоции, чувства. И это потом проявлялось уже, будучи императором Николай Александрович, он никогда не гневался. Это тоже отмечают многие из его близких и людей, с которыми он работал, что он никогда его никто не видел в гневе. И забегая вперед, скажу, что это послужило искажением понимания характера личности самого императора. Родился такой миф, как слабоволие, слабость, что еще можно подумать, мягкость, мягкое тело, вот такое. А это все от действительно христианской добродетели. Вот, как ее назвать правильно, сдержанность, негневливость, кротость, смирение. Покажу еще несколько фотографий. Вот, семья проводит свободное время, тоже мы видим все простые одежды, простые совершенно занятия. На лодках, в зверинце трудились дети, в саду. Это семья на отдыхе в Крыму. Повторюсь, император Александр III, это передалось Николаю Александровичу и его семье, они любили все русское. То есть, как сейчас тоже принято у нас, за границей, такого не было. Они большинство своих отпусков проводили в Крыму, в Ливаде. Это фотография как раз в Ливаде, в царском дворце в Крыму. Или путешествовали на яхте по Балтийскому морю к берегам Финляндии. Финляндия тогда была русской страной. Вот так вот они любили проводить свободное время. Семья будущей императрицы Александры Федоровны. Она была сходной. Мы видим, тоже многодетная, тоже очень простая. Тоже та же самая простота быта, одежда, питание. Дети на всю жизнь запомнили каши и пудинги. Хотя это тоже была семья высокого достаточно положения. Это было дерцогство Десандромштадтское. Отец был дерцогом. Мать активно, мать Дерцогиня, активно занималась благотворительностью. Тоже кто-то знает, кто-то слышал. Может быть, из жития преподобной Елисаветы. Вот она. Это родная сестра, будущая императрица Александра Федоровна. И родная ее сестра Елизавета Федоровна. И, повторюсь, мать занималась благотворительностью. И к этому же она приучала своих дочерей. То есть дети с маленького возраста помогали. Как помогали? Они ходили в больницы. Совсем маленький, вот шестилетняя Александра Федоровна носила цветы. Постарше девочки писали записки, разговаривали. Ну, что еще можно беседовать с раненными, с больными, с одинокими людьми, чтобы показать им заботу, внимание. Писали записочки, стихи, письма. Причем так было поставлено воспитание, не просто для отмазки, как говорится. Написал, забыл. А каждому человеку преподносилось что-то свое, от души. В таком доме росла будущая наша императрица. В шесть лет, когда ей было шесть лет, семью постигло большое горе. Мать умирает, Дерцогиня. Умирает опять же на своем посту сестры Милосердия. Была эпидемия дифтерии, она ухаживала за больными. И сама заразилась, и почила, скончалась. Это, конечно, прожило большой отпечаток на характер будущей императрицы. Она из веселого, шаловливого ребенка превращается в замкнутое, одинокое, самоуглубленное создание. Вот мы видим, и фотографии редко, фотографий этой семьи не так много. Пожалуй, только хороших две нашла. И вот тут в 12 лет мы видим, какой глубокий серьезный взгляд. Она такая была, это не просто фотография. Ее не интересовали ни баллы, ни какие-то вечеринки, ни общение со сверстниками. Ей была интересна философия и общение с отцом, либо с друзьями отца. Отец был герцог, и в их дом были вхожи, естественно, люди, ну как, непростые, выдающиеся интеллекта. Люди научные, деятели, поэты, писатели, художники. Вот с ними 12-летний такой подросток общался на равных. Забегу вперед, позже она окончит Оксфордский университет со степенью доктора философии. Вот наша императрица такая непростая, если можно так сказать. И вот, когда девочке было 12 лет, Николаю Александровичу, цесаревичу 16, они первый раз встретились. Встретились на какой-то торжественной, может быть, даже на свадьбе Елизаветы Федоровны, на каком-то торжественном событии. Чувство зародилось, но они разъехались, естественно, и следующие 5 лет не виделись. Может быть, изредка переписывались. Потом они опять встречаются уже через 5 лет. Соответственно, принцессе 17, на свадьбе 21. И уже чувство обретает силу, они уже понимают, что они любят друг друга. И Николай Александрович просит у своих родителей руки принцессы. Она тогда носила имя Алекс, потому что это не православная религия была, а протестантская, ее звали Алиса. Николай Александрович просит руки этой девушки, и родители его категорически отказывают. Но молодого цесаревича это не останавливает. Следующие 5 лет он терпеливо ждет и молится. Каждый день перед вечерним сном он просил у Господа даровать ему в жены принцессу Алису. И 5 лет проходят и родители, в особенности Александр III, который сам был, я говорила, сильный, очень духом, стойкий такой. Александр III видит эту настойчивость, эту несломленность, это терпение своего сына, и он дает согласие на брак с принцессой Алисой. Некоторые считают, что на этот брак было дано согласие только потому, что Александр III тяжело заболел и приближалась его кончина. Но это не так, потому что помолвка цесаревича и принцессы состоялась гораздо раньше. Она состоялась весной, а император умер осенью. И связи тут нет, то есть не потому, что царь был на смертном адре, а потому что желание сына для него было очень важным. Было ещё одно препятствие, кроме того, что родители не желали этой свадьбы, было препятствие самой принцессе Алисе. Она была, как я уже говорила, протестантского вероисповедания, и не хотела менять религию. Не хотела почему? Потому что пример её сестры Елизаветы Фёдоровны, она приняла православие, мы знаем тоже, будучи протестанткой, и это очень травмировало их отца. Он с большим трудом пережил смену религии. И принцесса Алиса, поскольку она была очень серьёзным, мы видели уже человеком, ребёнком, и очень любила отца, для неё это было тяжёлым выбором. Но Николай Александрович как-то сумел найти верные слова, сумел показать, не убедить выходить за него замуж, а он сумел показать глубину нашей веры, глубину православия, красоту монастырей. И в несколько дней вот таких разговоров глубоких всё-таки принцесса согласилась. Хотелось бы отметить этот период, когда они уже любили друг друга, но не встречались и не виделись, и им было запрещено это, они могли только переписываться, и то очень редко. Это был ни день, ни два, ни месяц, даже не год, это было целых пять лет. И вот в таком общении, редком, и вот этот период, он положил начало их дальнейшим глубоким отношениям, начало их дальнейшей любви, период возревания чувства, углубления чувства, взглядывания в себя и другого человека. И вот, вот что он пишет маме. Милая, дорогая, бесценная мама, ты не можешь себе представить, как я несказанно счастлив, свершилась. Я жених Алекс. Сегодня утром нас оставили одних, и тут с первых же слов она согласилась. Одному Богу известно, что произошло со мной. Я плакала, как ребёнок, а она тоже. Нет, дорогая мама, я не могу выразить вам, как я счастлив. И в то же время мне жаль, что не могу прижать к своему сердцу вас и моего дорогого папу. Я не знаю, как благодарить Бога за такое благодеяние. Вот фотографии, когда они вдвоём. Не очень порядок. Вот надо было пораньше чуть-чуть показать, но неважно. Это первая встреча, когда вот принцесса Алиса, совсем ещё ребёнок, 12-летний, цесаревич юноша, тоже ещё. Это уже близко к 1917 году мы видим, что уже в возрасте. Но удивительные фотографии, на них видно вот какое-то единство, единство духа, единство чувств. Даже вот на фотографиях, где уже прожита большая часть жизни вместе, и вот эта близость духа, близость души, она видна. Вот на яхте. Тоже забегая вперёд, обратите внимание на одежды, на простые одеяния царственной четы. Вот тоже фотография. Она уже, ну скажем, они уже не юные, уже тоже прожита как минимум 10 лет вместе. А смотрите, с какой нежностью друг на друга они смотрят. И это действительно так. Это не просто кадр какой-то случайно выхваченный. И вся их жизнь была пронизана нежностью, уважением и проникновением любви к друг другу. Вот, например, 909 год письме Александры Фёдоровны. Это они уже больше 10 лет вместе. Наша любовь и наша жизнь — это одно целое. Мы настолько соединены, что нельзя сомневаться и в любви, и в верности. Ничто не может разъединить нас или уменьшить нашу любовь. А вот Николай Александрович пишет в 1914 году. Это 20-летие их свадьбы. Он пишет в дневнике. «Редким семейным счастьем Господь благословил нас, лишь бы суметь в течение оставшейся жизни оказаться достойным столь великой Его милости». Уклад семьи был тоже православным, как и уклад семьи Николая Александровича в детстве. Православным и чисто патриархальным. То есть быт организован был очень просто. И главным в семье был отец. Даже несмотря на то, на его великую занятость, на то, что он император, обедать без отца не садились. Ждали его. Ждали его, советовали с ним по всем вопросам, касающимся внешнего свойства образования детей или поезда каких-то внешних вопросов. Во внешних вопросах, в вопросах Александра Фёдоровна говорила, как отец скажет, я поговорю с ним. Наоборот, во всех вопросах домашнего свойства, устройства дома, быта, воспитания детей, Николай Александрович говорил, как Александра Фёдоровна, как мать, как Александра Фёдоровна, я поговорю с ней. Это тем образом они проводили в жизни то, что мы сейчас читаем в книгах. Идею семьи как малая церковь. Семья как малая церковь. Семья должна быть в едином духе. Точно так же отец уважал мать, мать уважала отца, точно так же дети уважали родителей. В семье было четверо дочерей, помним, и долго не было наследника, долго не было мальчика. Так, сейчас продолжу. Вот одна из последних фотографий, 17-й год уже видим. Ты можешь полистать просто? Ну, прям полистай. Не задерживайте. Ага, так вниз. Остановилась на том, что семья была пронизана любовью и уважением. Дети уважали родителей настолько, что и любили, что величайшим праздником для дочек была прогулка с отцом. Потом уже наследник тоже родился. Прогулка с отцом или время, проведенное с матерью. Но с отцом ценнее, конечно, потому что он был больше занят и не так часто это случалось. Когда мать болела, у Александра Федоровна была с юности хрупкое здоровье, и она часто болела и целый день не выходила из комнаты. И девочки по собственному желанию, девочки по собственному желанию оставались, устраивали очередность дежурства. Какая-то из княжен находилась целый день при маме. Представьте, что такое для подростка не ходить на улицу, не читать книги, не развлекаться. Но сейчас это для нас, даже для меня в детстве, это очень сложно, если меня, допустим, посадить, вот у мамы целый день с ней находиться. Невероятно. А это делалось по личному желанию. Такой уход за родителями. Естественно, православная семья, уклад жизни тоже был соответствующий. То есть каждый, соответственно, возрасту читал свое молитвенное правило, совместные трапезы, занятия. И вечером, как правило, проходили чтения в кругу семьи. То есть Николай Александрович читал вслух либо Евангелие, либо апостол, либо жития святых. Девочки при этом занимались рукоделием. Александра Федоровна тоже была очень глубоко верующая. Вплоть до того, что своим слабым здоровьем она выстаивала или как-то высиживала. Ну, как-то находилась на богослужениях и такие длинные службы оставила. Также и девочки. Девочки пели на клиросе. И цесаревич Алексей тоже потом участвовал. Что еще можно... Зачитаю несколько тоже цитатов. Жизнь их величеств была безоблачным счастьем, взаимно безграничной любви. За 12 лет я никогда не слыхала ни одного громкого слова между ними. Забота о воспитании детей и мелкие домашние дрязги императрица несла одна. Ведь государь должен заботиться о целом государстве, говорила она мне. Это воспоминания Анны Вырубовой. Сейчас показания свидетельства полковника Кабылинского, который охранял царскую семью, когда уже после отречения они были в царском селе и в Тобольске. Про все в густейшую семью в целом я могу сказать, что все они очень любили друг друга. Жизнь в своей семье всех их духовно так удовлетворяла, что иного общения они не требовали и не искали. Такой удивительно дружной, любящей семьи я никогда в жизни не встречал и, думаю, в своей жизни больше никогда не увижу. Полковник Кабылинский, хотя он тоже не был сторонником царского режима, царя, императрицы. Удивительная черта тоже, они сумели привить детям любовь ко всему русскому. Дети никогда не говорили на иностранных языках, только на русском. И тоже все свои отпуск, какой-то праздник, они проводили либо в Крыму, либо на яхте плавали по Балтийскому морю в Финляндии. Даже когда княжны выросли, их надо было выдавать замуж. В России не было достойных уровней женихов, и им надо было выходить замуж за границу. Конкретно княжна Ольга была сватана за румынского принца. И они категорически отказывались выходить замуж за границу, не желая покидать, во-первых, семью свою, а во-вторых, Россию. Хотя замужество Ольги, предполагаемое, оно пришлось на 15-й год. То есть уже была Первая мировая война, и кто помнит историю, Первая мировая в начале была тяжелая для нашей страны. Это были сплошные потери и неудачи. И даже в такое суровое время княжна Ольга не хотела покидать Россию. Так все, так это и сошло на нет, свадьба не состоялась. Ни царь, ни царица не любили тоже, ни украшений, ни каких-то светских раундов. То есть все, что они посещали, это все в рамках необходимости. Вот еще, допустим, воспоминания Борнеса Букс Гевден. В обыденной жизни Николай II был очень простым. Он не носил ювелирных вещей. Его ежедемной одеждой была тужурка. Он любил скромную еду, никогда не требовал каких-нибудь особенных блюд. Во всех резиденциях комнаты императорской четы были отделаны ко временной их свадьбы и никогда не были снова переделаны. Напрасная отрата денег, говорила императрица. Каммердинер царский вспоминает. Платья государя были часто чинены. Он не любил мотовства и роскоши. Его штатские костюмы велись у него в жениховских времен. И вот интересно. Управляющий кабинетом его величества говорил, что он скоро все раздаст, что имеет. Про государя Николай Александрович. Он скоро все раздаст, что имеет. И еще есть свидетельства князя Александра Михайловича. Это двоюродный брат государя. Он эмигрировал, после революции жил за границей. И для того, чтобы развенчать миф о якобы огромнейшем состоянии Романовых, царской четы, он вот уже после революции, после убийства царской четы, он пишет, что это совсем не так. Это миф, что Романовы не были такими богатыми, как о них все говорили. Финансовые авторитеты и наивные обыватели всегда полагали, что расист и монарх был одним из десяти самых богатых людей мира. В действительности же после лета 1915 года ни в английском банке, ни в других банках на текущем счету государя-императора не оставалось ни одной копейки. 20 миллионов стерлингов царских денег, которые со времени царствования императора Александра II держали в лондонском банке, были истрачены Николаем II на содержание госпиталей и различных благотворительных учреждений, находившихся во время последней войны под личным покровительством царской семьи. Ну, про семью, возможно, можно о этом закончить. И, пожалуйста, если у вас есть вопросы, давайте зададим, чтобы не откладывать новомодный вопрос, можно по поводу фильма «Матильда». Правда ли, что в этом фильме будет показано? Было ли что-то, такой намек или так далее? Намек на отношения с Матильдой Ксешинской? Ну, эти отношения были, да, это известный факт, но какой будет фильм, я не знаю. Ну, я читала по этому поводу рецензии всякие, мнения не очень приятные, но как исторический факт отношения были. Об этом он, Николай Александрович, признавался принцессе, Алекс, и об этом есть свидетельство, письма. Он признался перед помолвкой или после помолвки. Ну, естественно, она всё простила, всё поняла, и у меня даже слов нет. То есть признание было, было покаяние, и к отношениям больше никто, естественно, не возвращался. Вот на прошлой неделе у нас было житие Марии Египетской, мы читали все в храме, помним, да? И почему-то вот нас не беспокоит, ну, не почему-то, а совершенно правильно, нас не беспокоит путь Марии Египетской до того, как она пришла к Богу и до того, как она стала идти к святости. Нам это неинтересно, это правильно, мне кажется. И тут, я считаю, надо поступать точно так же, потому что нет человека без греха, все, даже святые, все мы с грехом, какая разница, у кого что было. Поэтому я, вот этот фильм, про который сказали, это очень сильное искушение, когда он выйдет, и для верующих, и для неверующих особенно, и хорошего в этом я ничего не вижу в постановке. Давайте, может, другой вопрос вместо балерина. Существует две версии, все-таки. Одна версия, которая, что это отречение было подписано каким-то карандашом, вообще почерком, Николая Второго, вообще отречения официального не было с его стороны. Ну, как вы считаете, сейчас ответить на этот вопрос или потом, во второй части? Не знаю, как лучше, как скажет. Ну, давайте уже задали, скажу. Мы все знаем о пророчестве Серафима Саровского, преподобного, который передал Николаю Александровичу письмо, собственноручно написано, запечатано хлебушком, и прочитав, которое Николай Александрович горько плакал, и после этого Николай Александрович говорил, что до 18-го года он ничего не боится, что во всех, во многих его разговорах фигурило 18-й год, что до 18-го года ничего не боюсь. Кроме пророчества Серафима Саровского было пророчество монаха Авеля, который встречался с Павлом I, с императором, и Павел I, убитый сто лет, ну, сто лет в 1801 году. Этот император Павел I тоже пишет письмо, запечатывает его в ларец, и пишет моему потомку в 100-летний день моей кончины. То есть, в 1901 году императорская свита торжественно идет во дворец, идет как на праздник, естественно, они не знали, что будет в этом ларце, веселые, как на прогулке, радостные и оживленные. Прочитав письмо, император и императрица, ну, естественно, спали с лица, бледные, грустные, никому ничего не сказали, удалились, и были в уединении. Что там было? Ну, пророчество Авеля тоже сейчас везде написано, он тоже предсказывал все грядущие события, начиная с царствования Александра Второго, которого убьют террористы. Вот, так что, к чему я-то говорю? Что Николаю Александровичу было очень хорошо все известно. И несмотря на это, он со своей твердостью, силой духа проводил все те реформы, которые он считал полезными, нужными для страны. И то, зная свой итог жизнью, он, возможно, бы сложил руки и ничего не делал. Либо пошел бы по пути спасения себя и своей семьи. У императора было такое, я думаю, возможность, такие возможности неоднократно спасти хотя бы родных людей. Но это не было его целью. Его целью было служение России. Он всегда это повторял, и тоже об этом много написано. И он чувствовал очень большую ответственность за судьбу России. это и когда царь венчается на царство, это таинство. И вот это таинство он глубоко через свою душу воспринимал. Поэтому все его действия, они были, и отречения в том числе, он это сделал только для того, чтобы спасти Россию. И он потом, я когда буду говорить, он очень переживал, что эта жертва была напрасной. когда он видел уже разруху, разброд, шатание, большевики потом к власти придут еще добавок. Он переживал, что его жертва была напрасной. А почему? Ну, потому что, чтобы страна избежала гражданской войны во время войны с внешним врагом, чтобы еще не было гражданской войны. то есть он думал, так будет лучше. Вы сказали, что Россия была не готова к войне. Не готова. Не готова. По какой причине? По наивности? В 1905 году? Или в 1914? Ну, в общем, вы сказали, в 1905 году, или когда там? Россия была готова к войне. Никогда не готова. Да. Ни в одной, ни в второй. Вот. Но когда его был отец, она была готова к войне, и Россию уважали, боялись. И тут вот как бы сейчас фраза такая, что Россия не готова к войне. Да, да. Она была не готова к войне по наивности, потому что можно было создать, ну, ООН, так грубо я скажу, да, и это будет организация, которая защитит от войны, научит мирно решать вопросы. По какой причине они были не готовы к войне? Начну сразу, с далека, как вы и задали вопрос. При Александре Третьем ее не потому боялись, что у нас была очень большая армия или очень большое вооружение. Он сумел так построить внешнюю политику. Так что ее действительно уважали. И за все царствование Александра Третьего, 13 лет, не было ни одной войны. И из-за этого его называли царем миротворцем. Потому что для того времени это было не характерно. Россия всегда с тем-то воевала. Но сказать, что Россия была готова к войне тогда, тоже нельзя было. Ну, то есть, просто к вопросу не вставился. А к русской и японской войне объясню, почему не готова. Да, военная мощь у нас не наращивалась. И Япония, она, вы знаете, где расположена, это 7 тысяч километров от Москвы. Очень большое расстояние, чтобы перебросить. Это сейчас у нас самолеты, поезда. Тогда не было даже железнодорожной магистрали. 7 тысяч километров просто, чтобы перебросить силы туда. Не только солдат, а орудия, а питание, а медицину. То есть, это требовало времени. Просто, вот даже такой факт, как казалось бы, он очень важный. И, ну, Япония напала внезапно, это мы знаем. И вот так вот и пошло. Вопрос про 14-й год. Мы не готовы. Почему? Я уже тоже сказала, что Германия наращивала военный потенциал. Ну, так же, как и Великой Отечественной к войне. Она же готовилась, Гитлер. Мы такой целенаправленной подготовки к войне, мы не проводили. Вот, вот такой ответ. Ну, и опять же, потребовалось время, чтобы это все, как бы, наладить, настроить, построить. Время прошло, Николай Александрович становится верховным главнокомандующим. Дух солдат поднимается, видя царя, видя царевича. Они не просто там сидят в домике, смотрят карты. Нет, они ездят по войскам, по окопам, беседуют с солдатами, привозят икону Владимирской Божьей Матери из Москвы, с иконой служат самолебны по всему фронту. Пока был Николай Александрович главнокомандующим, это 2015 год, август-отречение, 2017 год. Вот за это время не было отдано ни пяди земли, то есть мы не отступили, ну, ни капли, да. В то же время он не только ездит по окопам, он пытается тоже наладить вот этот внутренний тыл, успех войны же, он не только на передовой, на того, как работают заводы, сколько пулеметов выпускается, сколько пуль, то есть это все тоже накатывается на, ну, накатывается и к 2017 году, к отречению, уже тоже видна была победа. А по поводу этого всего не могу не зачитать цитату Уинстона Черчилля, нам всем знакомого, по Второй мировой войне, а в Первую мировую он занимал ряд важных правительственных постов в Великобритании. До Первой мировой был министром внутренних дел, затем первым лордом адмиралтейства флот, и он так характеризовал успех Николая Второго, как в проведении войны. Малые эпизоды Великой войны более поразительных, нежели воскрешение, перевооружение и возобновленное гигантское усилие России в 16-м году. К лету 16-го года Россия, которая 18 месяцев перед тем была почти безоружной, принеся в начале войны цвет своей армии в жертву своей союзнице Франции, которая в течение 15-го года пережила непрерывный ряд страшных поражений, действительно сумела собственными усилиями выставить в поле 60 армейских корпусов, вместо тех 35, с которых она начала войну. Поверсностная мода нашего времени трактует царский режим как слепую, испорченную, неумелую тиранию, но обозрение 30 месяцев его борьбы с Германией и Австрией должно было внести поправки в эти смутные представления. Мы можем измерить силу Российской империи по тем ударам, которые она перенесла, по тем катастрофам, которые она пережила, по тому восстановлению, которого она добилась. Ни к одной стране судьба не была так жестока. Ее корабль пошел ко дну, когда гавань была уже на виду. Она уже перетерпела бурю, когда все обрушилось. Все жертвы... Она уже перетерпела бурю, когда все обрушилось. Все жертвы были уже принесены. Вся работа завершена. Отчаяние и измена овладели властью, когда задача была уже выполнена. В марте 1917 года царь был на престоле. Российская империя и русская армия одержались. Фронт был обеспечен и победа России бесспорна. Вмешивается темная рука в изначально обличенное безумие. Скажу еще, что Черчилль тоже не был сторонником Николая Александровича. Естественно, ну и по международному своему положению, по принципам. Он его не сказать, что любил бы и уважал. Но вот он беспристрастно свидетельствует. Ну, естественно, видя близкую победу, противники самодержавия активизировались, если так все это уплотнить. И готовились к перевороту. Маленький отрывок из фильма. Фильм называется «Сорванный триумф» Николая Второго. Кто-то слышал название, да? В целом план заговорщиков выглядел так. арестовать царя в поезде по дороге из Ставки в царское село и заставить его отречься в пользу малолетнего наследника. В случае отказа государя убить его. Для того, чтобы переворот удался, заговорщикам надо было во что бы то ни стало скомпрометировать царя и царицу в глазах простого народа. лидер кадетов Милюков открыто обвинил государыню в измене. Они распространяют слухи, что царица немецкая шпионка, хотя нам известно, что она была верна России, а царь был полон решимости воевать до победного конца. В компанию по дискредитации царя и царицы включились даже некоторые члены дома Романовых. Великая княгиня Мария Павловна говорила о необходимости ареста императрицы. А Великий князь Николай Николаевич обсуждал с заговорщиками возможность свержения императора. Важным этапом подготовки государственного переворота стало убийство в Петрограде в декабре 1916 года Григория Распутина. Распутин обладал даром облегчать у цесаревича Алексея приступы его тяжелой болезни гемофилии. Таким образом убийство Распутина было призвано лишить наследника эффективной помощи. По планам заговорщиков Николай Второй должен был отречься от престола в пользу больного ребенка. А на самом деле в пользу заговорщиков. При этом внешне переворот произошел бы при полном впечатлении легитимной передачи власти. Узнав об убийстве Распутина, царь немедленно выехал в Петроград. Но к сообщениям о заговоре император относился спокойно, никаких активных действий не предпринимал. Возникает вопрос почему? Он верил своей армии своим генералам. Царь не знал, что верхушка армии тоже предала его. В заговоре участвовал сам начальник штаба императора генерал-абьютант Михаил Алексеев. Известна очень широкая переписка Гучкова с Алексеевым, который был реально первым человеком в армии и который был реально первым человеком вставки в отсутствие Николая Второго. И именно авторитет Алексеева будет тем решающим фактором, который заставит Николая Второго отречься. Кроме Алексеева заговор активно поддерживали генералы Русский, Брусилов, Корнилов, Эверт, Бонч-Бруевич. Заговорщики спешили с переворотом, так как понимали, что предстоящее победоносное наступление русской армии, возглавляемой царем, сделает переворот невозможным. Нужно было любым путем выманить Николая Второго из столицы вставку. В этом заговорщикам помог все тот же генерал Алексеев. Он убедил государя в необходимости прибыть в Могилев на несколько дней. Перед отъездом царь спросил министра внутренних дел Протопопова, считает ли он ситуацию в Петрограде спокойной. Протопопов ответил, Ваше Величество может быть совершенно спокойной. Ситуация полностью контролируется полицией и властями. Если бы государь знал, что в конце 16-го года Протопопов уже установил тесную связь с одним из тайных организаторов революции из небоскреба на Бродвее Феликсом Варбургом. 21 февраля 17-го года государь отбыл Могилев в Ставку в Ставку. Тогда никто из присутствующих не знал, что царю будет суждено вернуться сюда через две недели лишенным престола под конвоем арестованным. Обстоятельства, при которых произошел февральский переворот и так называемое отречение Николая II от престола покрыто завесой мрака. До сих пор нет подлинного манифеста императора об отречении от престола. Есть только сомнительная бумажка, озаглавленная начальнику штаба с карандашной подписью Николая II. Сегодня есть все основания сомневаться в самом факте существования манифеста об отречении от престола. То, что произошло в России в феврале 17-го года, получило пронзительную оценку государя кругом измена и трусость и обман. Генерал Алексеев объявил своему царю и верховному главнокомандующему, что тот арестован. За несколько дней до этого другой генерал Лавр Корнилов с красным бантом на мундире в Александровском дворце арестовал императрицу Александру Федоровну и царских детей. Монархия в России пала. Премьер-министр Великобритании Ллойд Джордж, узнав о февральской революции в России, воскликнул «Одна из целей войны для Англии достигнута». «Сорванный триумф». Там фильм показывает экономику, как раз он очень хороший в плане разбора экономики. Опять же, того, что Россия была отсталой страной, ничего там у нас не было, все были неграмотны и так далее. В конце подводит к отречению. Если у кого-то тоже есть вопросы по этой теме, то можно задать. Я не помню. Тяжело, конечно, темно. Да, фильм очень хорошо рассказывает. Какие вопросы у вас были? Ну, слава Богу. Ну, вот с этого момента начинается непосредственно крестный путь царской семьи. То есть, в последние их месяцы, год и несколько месяцев, которые они переживали и которые, в котором, как говорит батюшка-отец Стефан, их душа выковывалась, выкристаллизовывалась, как железо отгорнили и в итоге привело их все-таки к святости. То есть, царя предали не только генералы, его предали даже самые ближайшие родственники, ну, не считая семью, вот, чисто семью. Дяди, князья, у них же там очень разветвленная сеть Романовых, там каждый друг другу какой-нибудь родственник. И эти люди, например, там, имена, наверное, неважные, нет времени, кто-то еще до отречения вывешивал над своим дворцом красный флаг в Петербурге, кто-то свой корпус охранный передавал на дело, ну, так сказать, революции, не знаю, звучало это тогда слово или нет, но на дело. Это еще император был императором, до 2 марта это происходило. После отречения то же самое. К царю и царице в царское село никто из родственников не приехал, когда они уже там находились в качестве узников, никто не проведал, никто, только вот мать приехала попрощаться со своим сыном, Мария Федоровна приехала попрощаться с Николаем Александровичем, это еще в Мадилео было. Царица то же самое, она находилась в царском селе даже первое время без связи со своим мужем, связи не было, для нее это было просто невероятное горе и трагедия, они настолько были связаны с родненым, мы слышали это в первом часу, что неизвестность, это было смертельно почти. в то же время болели ее дети, была корь, инфекция и царица сама еле живая в неизвестности в опустевшем дворце без связи с тем бы то ни было. Дворец опустел, почему? Потому что как крысы бегут с корабля, так люди убежали при первых же признаках нестабильности. То есть еще, представьте, сейчас у нас интернет-телевидение, мы все узнаем о Пуче, там в тот же день нам говорит телевизор, а тогда только телефон, допустим, и он не работает. И в неизвестности во дворце практически одна слуга, министра, вся эта придворная знать, она вся покинула дворец очень быстро, оставался еще охранный полк преданный государине, но это тоже было, армия тоже уже шаталась, они тоже через несколько дней покинули дворец. А когда позвонил Николай Александрович, и потом через несколько дней он и приехал в дворец, несмотря на все это горе, на то, нет нужды говорить, что произошло, были цари, стали арестанты, несмотря на все это горе, семья воссоединилась, и это было для них большое счастье, большая радость. Предательство на каждом шагу, буквально до того, что Николай Александрович приехал, ну, когда его высадили в Петербурге с поезда, тоже вся свита его разбежалась, с ним осталось только в тот момент только Василий Долгоруков, его генерал-адъютант, и он же с ними поедет тоже в ссылку в Сибирь и будет убит, ну, расстрелян. То же самое во дворце, большинство людей покинуло, несмотря на те благодеяния, как я говорила в начале лекции, что цари-царица, они же очень много добра делали людям, и даже те люди, которым, ну, они как-то благодетельствовали, и то они, ну, всем отойти. Естественно, на положение арестантов находились все во дворце, ко всем была приставлена охрана, нельзя было ни царю ходить, даже по парку свободно за ним шли солдаты. Очень грубо себя вели, очень грубо указывали, специально даже издевались над ним, ну, как издевались, морально, потому что, ну, естественно, ни царь, ни цариц к такому обращению были непривычны, когда там на приветствие не подают руки или, например, там указывают, куда идти. Более того, исписывали, ну, видели частоту царских детей и специально писали, исписывали стены, стены дома, качели, все, что, куда падал взгляд, неприличными словами, бранными рисунками, словами, рисунками неприличными, все было исписано. Доходило до того, что доктор царской семьи Боткин, который тоже будет расстрелян в Екатеринбурге, хранял княжон от присутствия вот этих вооруженных солдат во время их медицинского осмотра. Мужчины хотели присутствовать при осмотре девиц, девиц, девиц. Любой повод использовался как унижение. Газеты с клеветой приносились в дворец в большом количестве и подчеркивали красным карандашом самые неприятные слова о государине, как о шпионке, о государе, как изменнике. Николай Александрович все эти вот грубости, все эти задевания, неуложения, он сносил все бессловесно. Он по всему его виду было, что он готов на все, что он готов претерпеть все, лишь бы Россия, лишь бы это было на пользу России. Государыня, ни слова о себе, хотя ее здоровье совершенно сдало до такой степени, что она не могла уже сама передвигаться, ее возили в коляске, в кресле-качалке, даже на улицу. И, кстати, солдаты даже над этим издевались, над ее здоровьем. Они или не понимали, или специально это делали, что насчет того, что ее надо перевозить. Дети, но государыня, ни слова о себе, она только о Николае Александровиче, она его поддерживала, утешала. Это в письмах тоже, просто за неимением времени я вам, пожалуй, не зачитаю, или мало зачитаю. В письмах все есть, ее вот эта душевная боль, она выявляется в письмах и в дневниках. Как государь, как он переживает, как ему тяжело. Дети, то же самое. Казалось бы, молодые девушки, старший княгиня Ольги 19-21 год, ну, что такое, около 20 лет. Ну, следующая Татьяна 18-16-14. Эти девушки, ни слова о себе, они потеряли высокое положение, царевны, царицы, ну, дочери царей, и вот они опять никто. И ни слова жалобы, ни слова какое-то недовольство, они все делают только то, что могло бы облегчить положение их родителей. Разруха уже потихоньку доходит до царского села тоже, то есть надо чем-то питаться, надо где-то хранить продукты, и они решают устроить огород на большой площади довольно-таки. И все, включая царя и дочерей, ну, кроме Александра Федоровна больной, все трудятся на этом огороде, и в итоге очень удачно. Настолько удачно, что что один из солдат, который охраняли царскую семью, как-то сказал, ведь если ему дать кусок земли, чтобы он сам на нем работал, так скоро он опять себе всю Россию заработает. Вот такая воля к жизни, такая вот, даже не знаю, как это духовно сказать. Сила, сила духа. Сила духа, да, вот опять же, к вопросу слабоволия, а мог ли быть... Такая сила духа. Да, фотографии обязательно надо показать. Живи не будут остаться вот таким сильным. Да, да. Николай Александрович, а вот охрана, пожалуйста. Но охрана потом тоже, кстати, кротость, вот эта кротость, смирение, доброта, искренний интерес, ну, дочери были очень общительные, они общались с солдатами, о жизни, как у кого семья, как у кого дети. И это располагало сердца солдат. Но начальство замечало и меняли, да, присылали новый полк, более злых, и вот так вот был круговорот. И потом в Тобольске то же самое будет, в ссылке. Так, вот огород, вот княжные, например, Татьяна и Ольга, как минимум. Кажется, учитель французского, Пьер Жильяр. То есть, это была вот такая большая семья, очень те княжные будут. А как вы думаете, все-таки главные причины плодения в монархию России? То, что это издавна, еще с декабристов, все это подтачилось и разрушалось, а монархия везде, а французская монархия, а английская, ну, английская нет, я, конечно, соврала, но вот подтачилось, и промысел Божий вот так вот лег. Я, ну, как, это вот так непростой вопрос, как бы. Потому что, вот все, оно, видите, как к одному. Но зато святые, мы теперь имеем семь святых молитвенников за землю русскую, и они молятся за нас, и это мы чувствуем, и, может быть, их молитвами Руси до сих пор стоит. Посмотреть фильмы всякие про заграницу, да и поездить, я много ездила за границей. Вот то, что нас, кстати, это не ценит, вот это больно, да. Вот не царя, во Франции было не так давно, там Николай II, он у них везде, он на сувенирах, на каких-то календариках, Николай II, почему? А вот мы были не так давно, ну, небольшое время союзниками, вот в Первую мировую войну, и они это чтят, у них улицы Николая II, у них церковь Николая II. плодами огорода воспользоваться это так и не удастся, потому что, повторюсь, в августе их перевозят в Тобольск, да, это было тоже очень трогательно, сцена, сегодня перечитывала, плакала, конечно, Какая жестокость, какая жестокость страны? Ну да, ну эмоционально, вообще все жестоко, а что не жестоко? Убийство, все жестоко, сил нет просто. И к ним тоже поехали вот эти люди, Долгоруков поехал, Пьер Жильяр, француз поехал, донтисты, врачи, англичанин Гипс, его временно правительство не пускало ни в царское село, ни в Тобольск, он был преподавателем английского языка у наследника, и он обошел пять министров временного правительства, чтобы разрешили ему быть с царской семьей, и все министры отказали, вот казалось бы тоже, это его не сломило, англичанин сам как-то поехал до Тобольска и вот был с ними, умереть ему, ну как тоже, ну все, как все вот эти преданные люди, для них было величайшим, самым высшим желанием умереть вместе с царской семьей, вот, но Гипс остался в живых каким-то образом и принял монашество с именем Николай, и почил в 63-м году с Ани Архимандрита в Англии, у него в телье стояли ботинки Николая Александровича, он поклонялся им как святыне, вот, то же самое Анна Вырубова, она оказывается, ну это Фрейлина Государ, они про нее тоже очень много плохого писали всегда, Анна Вырубова, она приняла монашество в Алламском монастыре с именем Марии, и за границей в эмиграции тоже вот так монашество из жизни окончила, вот, ну, возвращаемся к Тобольску, там ситуация, поначалу была такая же, как в Царском селе, такая же охрана, солдаты, сначала грубости, потом крутость и смирение, это рассказывать так, наверное, легко, вот это крутость и смирение, поди ее стяжай, да, чтобы к тебе сердца вот эти окаменевшие развернулись, вот, да, 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 и тот же самый распорядок дня соблюдается, обучение соблюдается, единственное, в Тобольске, в Тобольске еще более замкнутый, чем в Царском селе, там они жили в доме, в небольшом, и небольшое пространство рядом с домом, вот видите, вот все места, куда их выпускали, в церковь, поначалу можно было ходить, ну, под охраной, конечно, но потом на Рождество священник, диакон, провозгласил многие леты царской семьи, и, естественно, это все походу в церковь прекратились, вот, замкнуто очень пространство, и по вечерам они уже, чтобы, ну, как-то из этой однообыденности уйти, устраивали спектакли, игры, какие-то развлечения, тоже все, видите, просто с всем, там вообще все просто было, убранство, комнаты, не то, чтобы даже просто, с приближением Великого Октября все вообще урезалось, питание становилось скудным, подкармливание монахи, вот мы помним из-за поездки в Екатеринбург, что монахи приносили яйца, хлеб, масло, что еще, ну, охрана еще более ужесточалась, и условия тоже ужесточались, было развлечение, а так вот, как в царском селе Козы, так они построили зимой горку ледяную, сейчас, может, она тоже на фотографиях будет, и солдаты ее разрушили под предлогом, что это наблюдательный пункт за окрестностями, разрушили специально, сейчас, кажется, они едут на пароходе, видите, одеждах уже совсем не царствие, вот гора ледяная, ну, было развлечение для детей, потому что молодые организмы, Николай Алексеевич Алексею Николаевичу наследнику было 14-15 лет, нужно было движение, и вот после разрушения горки случается трагедия, Николай Царевич Алексей, он уже от бездействия, уже не знал, что делать, и съехал по перилам с лестницы, ну, упал, а вы знаете, что у него демофилия была, да, все знают, демофилия, это то, что кровь не свертывается, и любой ушиб, вот человек падает, кровь не идет наружу, она не течет ниоткуда, она скапливается внутри, образуется дематома, и эта дематома сдавливает органы очень сильной боли, невероятно сильной, ну, вот, он упал с лестницы, и вот этот приступ очередной его болезни настиг, единственное развлечение после, ну, после горы осталось, это пилить дрова, дрова пилили все тоже, ну, наследника, вы тоже видите, Николай Александрович, и княжные тоже пилили все дрова, вот, Николай, наследник заболевает, а в это время, это уже, получается, зима, начало весны, в это время приезжает, ну, приходят указания о перемещении царской семьи в Екатеринбург, и вот, для Александры Федоровны это был, конечно, страшный выбор, и наследник прикован к постели, и в Екатеринбург надо переезжать Николаю Александрович, то есть, она разрывалась между мужем и сыном, с кем поехать, с кем быть, вот, в итоге, она приняла, намучаясь всю ночь, плакала, и приняла решение ехать с мужем, потому что жена должна быть с мужем, взяли они, ну, с ним поехал Боткин, врач, и княжна Мария, а княжные остальные, и наследник, ну, и тоже там люди остались в Тобольске, таким образом, семья разлучилась на месяц, это была уже весна, апрель, и ледоход, ну, даже не столько ледоход, сколько вот те ручьи, которые текут, и к которым, это же не машина едет по этим ручьям, они едут в Телеге, Телега ручей не может приехать, Николай Александрович выходит, и несет свою больную жену через эти воды бесконечные, целый месяц так добирались, добрались, ну, и вот в Екатеринбурге еще месяц жили без, ну, остальных членов семьи, которые прибыли через месяц, ой, ну, в Екатеринбурге еще более жестокие условия, там вообще уже с царской семьей никто не соремонился, охранники, ну, и воровали, ну, читали письма, это давно еще все, все письма просматривались, и курили прям в лицо, и плевали в еду, все что угодно делали, закрашивали окна краской, чтобы не было, ну, якобы тоже в избежании побега, но это просто было, естественно, мера унижающая, гулять невозможно было, потому что все стены были исписаны тоже похабщиной, княжные не могли это читать, смотреть, они уже под конец даже не выходили на улицу, ну, а только на крылечке сидели, а государня и не потедала свои комнаты даже, вот, наверное, этого и достаточно про все эти ужасы, основное тут все равно, что царская семья все переносила скротостью, терпением, и верой в промысл Божий, упованием на милость Господа, и все вот эти люди, преданные царской семье, они в большинстве своем закончили жизнь там же, но каждого из них, ну, как, не спрашивали, но тоже это или дневниковые записи, или какие-то письма, например, Татищев, когда ехал в Екатеринбург, он говорил, что я знаю, что я не выйду оттуда живым, но самое большое мое желание быть в царской семье и умереть вместе с ним, с ними, Боткина, не могу не дочитать, и его революционеры вызвали к себе на беседу и предложили выпустить на свободу и быть врачом при новом режиме, что ответил Боткин, видите ли, я дал царю мое честное слово и оставаться при нем, пока он жив, говорил Боткин, для человека моего положения невозможно не сдержать это слово, я также не могу оставить одного наследника, как же я могу совместить это с моей совестью, если Россия гибнет, могу и я погибнуть, но ни в коем случае не оставлю царя, я благодарю вас, господа, но я остаюсь с царем. Дендрикова девушка, когда она содержала заключение, ну и сначала в тюрьму посадили, потом уже расстреляли, у него была одна блузка, у графини, одна блузка, и сколько она была красивая, невинная такая, ну, 19 лет девочка, ребенок, ей все-таки предлагали солдата, не нужно ли вам что-нибудь, ну, может вам что-то, она тоже отвечала, самое желание большое быть с царской семьей, умереть вместе с ней, ее расстреляли в 18-м году, а в 19-м ее тело было найдено нетленным, что тоже поразительно. За два дня перед кончиной был приглашен священник, царственным стартотерпцем, царской семье, и служилась обедница, то есть на литургии, да, и во время службы, поминания за упокой, диакон запел, и царская семья опустилась непроизвольно на колени, как-то случаясь тоже, ну, как-то объяснять им не стоит и не нужно, но вот молились за упокой уже своей души. Ну, вот священник потом описывает, вспоминает. И хотелось бы еще пару слов сказать о том, что, конечно, вся семья понимала ее конец, понимала, к чему все идет. Даже маленький, маленький цесаревич Алексею было уже 15-16 лет, и то, ну да, 14 лет, и то он говорил, будут убивать, лишь бы такое не мучили. Точно так же понимали и другие. Найдены были книги с пометками, книги духовного содержания, с отметками либо Александра Федоровна, либо Николая Александровича, ну, из чего тоже можно, ну, как, ну, видимо, эти слова их укрепляли, давали им силу духовную, и нам они служат, как завещание. Это не мои слова, это слова епископа Мефодии. Зачитаю пару слов. Верующие в Господа Иисуса Христа шли на смерть, как на праздник, становясь перед неизмежной смертью, сохраняли то же самое дивное спокойствие духа, которое не оставляло их ни на минуту. Они шли спокойно навстречу смерти, потому что надеялись вступить в иную духовную жизнь, открывающуюся для человека за гробом. Христиане должны мужественно переносить оскорбления и борьбу как внешней, так и внутренней. Ударяемые скорбями христиане должны восходить в преуспение посредством терпения таков путь христианского жительства. Не следует христианам приходить в недоумение при напастях, подвергаться преследованию неотъемлемой принадлежности истины. Мученики, прошедшие через многие виды мучений, явились в силу непобедимого мужества, подчинившись и самой смерти насильственной. После этого они удоставлены были венцом. Нам заповедано взять крестность и следовать Христу, что значит быть постоянно готовым к смерти. Если будем в таком расположении и настроении Духа, то, как сказано, будем переносить с великим удобством всякую скорбь и внутреннюю, и находящую извне. Блажен тот, кто укоряемо и унижаемо ежедневно понудил себя терпению ради Бога. Он примет участие в вечном празднике мучеников и вступит дерзновенно в общение с ангелами. Вот из письма Государыни. Ничего, жизнь суета, все готовимся в Царство Небесное. Тогда ничего страшного нет, все можно у человека отнять, но душу никто не может. Укоряемо, благословляйте, гонимо, терпите, хулимо, утешайтесь, злословимо, радуйтесь. Вот наш путь, претерпевший до конца спасется. Это тоже издневника государственная. И вот последнее письмо Ольге Николаевне, это у меня жена старшая дочь, она пишет о своем отце, Николаю Александровичу. Отец просит передать всем тем, кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него, так как он всех простил, и за всех молится, и чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь. Еще в дневниках княжон найдено стихотворение, оно тоже очень хорошее, но у меня оно снято тоже немного, но диктор читает гораздо лучше, чем я, если у вас есть желание, мы можем включить. Это 5 минут, вот как, ровно 5 минут. И все, и уже, конечно, все уже. Пошли нам, Господи, терпеть, в годину бурных, мрачных дней, сносить народные гонения и пытки наших малачей. Дай крепость нам, о Боже, травм, злодейство ближнего прощать. И крест тяжелый и кровавый С твоей украдостью встречать. И в дневниках тяжелого волнения, когда грабят нас враги, терпеть позор и унижение. Христос, спаситель, помоги. Водыка мира, Бог вселенной Благослови молитвой нас. И дай покой, душа измеренной, Невыносимый, страшный день. И в преддверии могилы Вдохну ста твоих ромок. Не человеческие силы Молиться кротко за врагом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok